Это краткий обзор программы дистанционного управления NetSyPot. Как вы видите, главный экран программы разбит на три раздела. В верхней части экрана находится главная панель инструментов со всеми функциями программы. В левой части экрана у нас находятся компьютеры в виде иерархической структуры, а также метки для переключения между разными уровнями функциональных возможностей, таких как просмотр внутренней сети, просмотр запросов о помощи, удаленной сети и другое. В центральной части экрана показываются все наши компьютеры, обнаруженные в сети и доступные для дистанционного управления. В этой презентации мы уже просмотрели сеть и нашли компьютеры, которые вы видите на экране. Вы видите, что на иконке каждого компьютера находится картинка, установленная на нем операционной системой. И таким образом мы можем узнать, какая система на компьютере. Windows XP, Linux Fedora, Ubuntu, Mac и так далее. У нас есть несколько способов установки соединения с компьютером. Например, меню «Клиент», операция «Установить соединение» позволит нам подключиться к данному компьютеру. Мы также можем выбрать другой пункт «Меню» и выбрать опцию «Отключить соединение», чтобы отключиться от этого компьютера. Если мы хотим найти какой-то компьютер, мы можем выбрать в меню опции «Поиск просмотром» и нам предложат ввести полное или частичное название компьютера для поиска списка компьютеров. В списке слева у нас находятся группы. Программа удобным образом автоматически предварительно угруппирует компьютеры по операционным системам. И мы можем быстро переключаться между компьютерами с разными платформами. Выберем компьютер AGK1. Нажмем правой кнопкой мышки и выберем операцию «Установить соединение». Подключившись к компьютеру, посмотрим, какие функции мы можем выполнить на нем. Если мы перейдем в нашем списке, к нашей активной таблице, то вы увидите, что сейчас у нас открыта пиктограмма компьютера AGK1 в режиме реального времени с IP-адресом и версией Windows XP. Я могу увеличить размер пиктограммы. Это очень удобно, когда я хочу одновременно просматривать несколько компьютеров. Итак, таким образом нам доступен этот компьютер. И мы хотим знать, какие же функции мы можем на нем выполнить. Как предусмотрено в дизайне программы дистанционного управления NetSyPod, нажмем правую кнопку мышки и выберем просмотр данного компьютера. Все функции, которые представлены в этой презентации, можно сконфигурировать согласно вашим требованиям. Итак, мы запустили сессию дистанционного управления на компьютере. И, как вы видите, мы можем взаимодействовать с ним, как будто мы физически работаем на нем. У нас также есть панель инструментов вверху экрана. Мы можем оптимизировать глубину цвета для дистанционного управления. По умолчанию мы оставим естественный цвет. Однако иногда при низкой скорости дистанционного управления 256 цветов слишком замедляют процесс, и можно выбрать меньшее значение, чтобы цвет не влиял на скорость процесса. У нас также есть несколько режимов просмотра. Режим Share позволяет человеку с компьютером и удаленному оператору пользоваться своими мышками и клавиатурами. Режим Watch разрешает удаленному оператору только просмотр. Режим Control позволяет удаленному оператору выполнять действия на компьютере, во время которых мышка и клавиатура на этом компьютере заблокированы. Этот режим используется, чтобы заблокировать действия пользователя на компьютере во время проведения системных обновлений. Так как каждый компьютер имеет свое разрешение, у нас есть функция масштабирования, которая позволяет выбрать масштаб для окна с компьютером. Это очень удобно для дистанционной работы на мониторах с высоким разрешением или для компьютеров с несколькими рабочими столами. У нас есть полный экран режим, который позволяет развернуть систему на весь экран. Иногда при выполнении обновлений нам удобно сделать быстрый снимок экрана, чтобы сохранить картинку с сообщениями, полученными в этот момент. У нас есть сведения об аппаратном и программном обеспечении, отправках файла, чат и функция запуска, позволяющая дистанционный запуск приложений на компьютере напрямую при выборе этой функции. У нас есть буфер обмена, аудио для общения с удаленным пользователем, системные инструменты выхода из системы, перезагрузки и включения пустого экрана, а также примечания на экране для пользователя. Мы рассмотрим каждый инструмент отдельно в нашей презентации. А пока давайте закроем наш дистанционный доступ и посмотрим доступные нам инструменты сопровождения системы. Представим, что у нас есть удаленный компьютер, пользователь которого сообщает нам, что у него есть проблемы. Первое, что нам нужно определить, что это за компьютер и какое на нем аппаратное и программное обеспечение. Мы можем посмотреть эти сведения по маленькой кнопке здесь или использовать меню в главной панели инструментов. Открыв инвентарные данные, вы увидите статистику для удаленного компьютера, системные данные, данные процессора материнской платы, сетевые настройки, вспоминающие устройства и другие устройства на компьютере. То есть у нас есть подробные сведения о компьютере. В данном окне мы можем перейти в режим программное обеспечение и просмотреть историю всех установок программного обеспечения на данном компьютере с указанием версии каждого приложения. Мы можем быстро просмотреть, какие ходфиксы, то есть программы мгновенного исправления ошибок, установленные на этом компьютере. Мы можем видеть запущенные в данный момент приложения на компьютере. Мы можем просмотреть текущие процессы на удаленном компьютере в режиме реального времени и воздействовать на них. И, наконец, мы можем просмотреть детальное описание всех сервисов на удаленном компьютере, а также остановить, приостановить и перезапустить каждый сервис. NetSupport Manager предлагает универсальное решение управления аппаратным обеспечением и конфигурацией на удаленном компьютере по нажатию одной кнопки. В случае, когда мы будем понимать, что необходим больший контроль на удаленном компьютере, мы можем воспользоваться пунктом меню ввода команды на удаленном компьютере. Это гораздо быстрее, чем автоматическое соединение с экрана удаленного компьютера и загрузка на нем окна с командной строкой. Таким образом, мы можем просмотреть конфигурацию IP-адреса на удаленном компьютере так же быстро, как пользователь, который работает на этом компьютере. Аналогичным способом мы можем запустить редактор базы конфигурации системы. Мы можем перейти вниз, выбрать то, что установлено на компьютере, например, NetSupport Manager, и просмотреть все функции, доступные в редакторе. Мы можем отредактировать их, удалить или сравнить, так же, как если бы мы находились рядом и работали на этом компьютере непосредственно. В случае, если нам нужно отправить данные с нашего компьютера на удаленный и наоборот, в программе предусмотрена функция пересылки файлов. Вверху экрана показывается содержимое нашего управляющего компьютера, а внизу содержимое удаленного компьютера. Мы можем выбирать файл на удаленном компьютере так же просто, как если бы мы физически работали на нем. Для того, чтобы переслать файл, достаточно выбрать его и перетянуть в нужное место, чтобы этот файл скопировался туда, куда мы хотим его скопировать. А сейчас давайте вернемся к списку наших компьютеров. Вы видите, что нам доступно много машин. Давайте выберем еще несколько компьютеров. A-GK. 2 3 4 5 6 7 8 8 7 8 8 9 9 15 15 15 15 16 15 15 15 16 15 17 18 18 18 19 18 19 19 22 21 22 21 23 23 24 24 с восьмью компьютерами. И опять, для каждой пиктограммы у нас есть набор горячих функций для доступа к инвентарным данным и командной строке, а также все те же инструменты управления системой. Отличие будет в том, что если мы выберем пункт «Меню файл», нам будет доступна функция раздачи файла, которая позволяет одним действием скопировать файл из целевого компьютера на все удаленные компьютеры в нашей группе. Эта процедура очень удобна, когда нам нужно отправить какие-то финансовые документы от делу продаж или разослать обновления на все компьютеры группы или какого-то отдела. Итак, вернемся сейчас к нашим компьютерам в группе. Здесь вы можете выбрать каждый компьютер и просмотреть его рабочий стол в увеличенном масштабе. Вверху у нас находятся панели с компьютерами, к которым мы недавно подключились. Если вы нажмете на какой-то из компьютеров, то увидите, что у нас опять есть набор горячих функций. Где бы вы ни находились в программе, NetSuppet Manager предлагает быстрый доступ к ключевым функциям по нажатию одной кнопки. Для общения с нашей группой у нас есть редактор отправки сообщений и чат. В меню Actions у нас есть пункт отправки сообщений всем доступным клиентам компьютером. Введем текст. Тестовое сообщение. Test Message. А также добавим время показа сообщения на экране до того, как оно исчезнет. 20 секунд. После того, как мы отправили сообщение, вы увидите, как моментально оно покажется на всех наших экранах. Это очень простой способ передачи важных сообщений всем пользователям внутри группы. Концепция дистанционного управления состоит в том, чтобы вы, будучи оператором, могли подключиться к удаленному компьютеру и получить доступ к его экрану и управлять процессами на нем. Однако бывают ситуации, когда вы хотите, чтобы пользователь на удаленном компьютере мог также просматривать ваш экран, например, в случае дистанционного обучения с вашего компьютера. В NetSuppet Manager мы можем не только просматривать экран удаленного клиента, но и показывать наш экран выбранным компьютером. Например, мы можем показать отделу продаж, как пользоваться последней версией программы управления с клиентами. Перед тем, как разослать им саму программу. Мы можем выбрать скан, чтобы автоматически прокручивать экраны выбранных компьютеров и просматривать текущую деятельность на них. Также мы можем записать сеанс дистанционного управления и проиграть его позже. Это очень удобная функция для службы поддержки, которая обрабатывает поступившие запросы от пользователей. Среди стандартных функций, которые мы можем выполнить на удаленном компьютере, есть функции перезагрузки, входа в систему, выхода из системы, отправки комбинаций Ctrl-Alt-D, включения компьютера и выключения компьютера. Все функции, которые мы показали, предназначены для дистанционного управления компьютерами внутри нашей локальной сети. Однако NetSupport Manager можно также использовать для дистанционного управления нелокальными компьютерами. Для этого в NetSupport Manager предусмотрены компоненты интернет-шлюза. Это программа, которую можно установить на любом компьютере, который будет служить для HTTP-соединения всех операторов с клиентами в глобальной сети. Простой пример. На нетбуках сотрудников отдела продаж установлен NetSupport Client. Когда сотрудники находятся вне офиса, их клиент будет сообщаться с интернет-шлюзом, поддерживая соединение с вашим компьютером оператора в любой момент времени. На экране у нас есть шлюз. Мы можем просмотреть шлюз. Вы видите, что сейчас мы нашли эти компьютеры. На их иконках будет картинка шлюза, индикатор того, что мы можем подключиться к этим компьютерам и мониторить их, используя передачу HTTP, а не TTP-C. Многие доступные программы, предлагающие компонент шлюза, требуют использования маршрутизатора третьей стороны для передачи ваших данных. В этом отношении NetSupport уникальное решение, позволяющее установить компонент шлюза у себя на предприятии бесплатно и иметь доступ к удаленным компьютерам за пределами вашей локальной сети. NetSupport поддерживает функцию, позволяющую конечным пользователям на удаленных компьютерах отправлять свои сообщения оператору. Возможность сообщать о своих нуждах оператору – это ключевая особенность NetSupport Manager. Итак, перейдем к этому компьютеру и представим, что мы работаем за ним. У нас есть клиент NetSupport Manager, и мы можем отправить запрос на чат с оператором. Или мы можем выбрать пункт «Просьба о помощи». Мы можем ввести свое имя и сообщение «Помогите, мой компьютер не работает» и отправить это сообщение. А теперь мы вернемся на наш компьютер оператора. Вы видите, у нас показывается сообщение о помощи от этого пользователя. Таким образом, преимущество данной программы в том, что пользователи могут очень быстро отправлять сообщение о помощи, которое мгновенно приходит всем операторам. В конце презентации мы покажем, как отправлять подобные запросы конкретному оператору в зависимости от типа проблемы. Это поможет равномерно распределить работу между операторами, а также интегрировать NetSupport в вашу настольную сервисную систему. Сейчас мы вернемся назад в главный экран со всеми компьютерами. Вы видите, что компьютеры, с которыми мы установили соединение, выделены зеленым цветом. Здесь мы также можем выбрать вид компьютеров. Большие, маленькие иконки в виде списка. А также сортировать компьютеры, например, по типу передачи или по типу платформы клиента, по состоянию. Сейчас вы видите, как в начале будут стоять все компьютеры, к которым мы подключены. Конечно, мы можем обратиться к нашим группам слева. Например, если мы хотим работать с компьютерами какого-то одного отдела. В данном разделе у нас есть две функции, которые мы еще не разобрали. ВИПРО-менеджмент. Мы можем установить соединения с ВИПРО-чипами на компьютерах и дистанционно управлять ими, используя конфигурации ПАРЕН и БАИС. Также для устаревших сетей, которые поддерживают удаленные сети по кодовому набору, традиционно используется модем. Но в последнее время все чаще это ISDM. У нас также есть режим автоматизации, который позволяет нам создавать скрипты. Скрипт – это набор команд, которые используются для автоматизации процесса соединения с компьютером, проверки заданных значений и передачи назад отчета. Например, ежедневное подключение к компьютерам, проверка, были ли внесены изменения в какой-то файл, и если были, то отправка копии файла с изменениями. Эта функция может быть использована в секторе розничной торговли для получения отчетов со своей торговой базы данных. Перед тем, как мы перейдем к системным конфигурациям в программе, вернемся назад к рассмотру одного из наших компьютеров – компьютера номер 2. Вы помните, мы говорили о некоторых доступных нам функциях? Разберем их подробно. Когда мы работаем с удаленным пользователем, мы можем использовать функцию «Аудио», чтобы говорить, слушать или организовывать двухсторонний разговор с удаленным пользователем во время сеанса нашей работы с ним. Следующая доступная нам функция – это функция «Аннотации», где я могу отрегулировать настройки ширины, цвета инструмента. Я выберу ручку. Вы видите сейчас, как теперь я могу рисовать на экране пользователя и выделить какой-то раздел или функцию, на которую я прошу обратить внимание. Вы также видите удаленный буфер обмена, который позволяет определять или получать содержимое буфера с удаленного компьютера или с моего компьютера на удаленную. Это удобно, если нужно получить длинную URL-ссылку с удаленного компьютера или какой-то текст из сообщения об ошибке. У нас также есть кнопка «Выполнить». Она позволяет нам запустить приложение на удаленном компьютере напрямую, без навигации по экрану для запуска приложения. Выберем эту функцию и введем название приложения. Как только мы это выполнили, приложение открылось. Вы можете использовать эту функцию при пересылке файла. Например, если вы отправляете на компьютер файл установки, а затем отправляете одну инструкцию на все компьютеры с командой «Запустить файл установки». Как видите, это очень удобно. А сейчас мы закроем наше окно и вернемся назад в наш рабочий стол. Итак, мы рассказали об основных функциях менеджера NetSupport, а теперь поговорим о настройках и конфигурации как на компьютере-клиенте, так и на компьютере-операторе. Сначала разберем функции конфигурации NetSupport клиента. Клиент ставится на каждый компьютер, которым вы хотите дистанционно управлять. Я создала ссылку на своем рабочем столе. Давайте открою мастер-конфигурацию клиента. У нас есть два варианта – базовый редактор и расширенный редактор. Базовый редактор позволяет произвести простую настройку клиента. Расширенный позволяет настроить отдельные интересующие нас функции. Выберем расширенный редактор и отредактируем основной мастер-профиль, то есть набор параметров. Стоит отметить здесь, что существуют разные профили и разные функции, доступные в зависимости от того, к какому пользователю мы подключаемся. У нас открыт мастер-конфигурации. Вверху пункт Connectivity, то есть возможность соединения, позволяет нам сконфигурировать наш клиент в зависимости от разных транспортных протоколов. Самое распространенное – TCP IP. Мы можем указать номер порта, с которым будет взаимодействовать программа. Для старых сетей у нас есть IPX и NetBIOS. И если мы хотим использовать наш компонент шлюза для дистанционного управления компьютерами вне локальной сети через интернет, нам нужно активировать HTTP, указать адрес нашей программы шлюза, которую мы установили, и, если необходимо, указать ключ защиты для доступа к этому шлюзу с компьютера клиента и с компьютером, на котором стоит программа шлюз. У нас также есть поддержка коммуникаций для старых версий, и расширенные настройки. Пожалуй, самым интересным и используемым в этом окне будут настройки защиты. Первый параметр в этом разделе – аутентификация пользователя, то есть наша возможность разрешить, какие пользователи могут работать на этом компьютере-клиенте. Мы можем создать диалог и добавить конкретных пользователей вручную с использованием имен и паролей, или на них можно указать ссылки для доменной аутентификации. Вы видите доменную аутентификацию для наших имен пользователей и паролей и прямую ссылку на конкретный ID, то есть имя пользователя. Мы можем всегда запрашивать имена пользователей и паролей. Таким образом, первый этап в настройках защиты состоит в том, чтобы указать пользователей, кому разрешено использование компьютера, и вместо того, чтобы вводить их вручную, можно указать ссылку на уже существующие профили пользователей. После того, как это сделано, мы можем настроить привилегии. Все перечисленные здесь функции в менеджере NetSupport можно активировать или дезактивировать как для одного клиента, так и для всех клиентов. В данном случае мы можем, например, отключить перезагрузку или выход компьютера из системы. А также мы можем разрешить неограниченный доступ к инвентарным данным и службе управления приложениями. Далее мы можем указать подтверждение пользователя, то есть предупреждение на компьютере конечного пользователя о том, что оператор подключился к компьютеру для дистанционного управления. Это удобно, если, например, сотрудник из отдела финансов получает уведомление о том, что оператор хочет подключиться, а у сотрудника открыт файл с секретными данными. В этом случае у сотрудника есть возможность закрыть файл перед тем, как он подтвердит и примет этот сеанс связи. Если вы выбираете подтверждение пользователя, вы также можете отключить эту функцию в случае, если никто из пользователей не вошел в систему, то есть некому отвечать, или если вы сами вошли в систему под именем этого пользователя с его паролем. NetSupport предлагает полную поддержку смарт-карт. Для тех предприятий, которые их используют, осуществляется аутентификация с удаленных устройств чтения смарт-карт. Далее у нас есть возможность управлять соединениями с определенных IP-адресов. Для дополнительного уровня защиты вы можете указать только конкретные IP-адреса компьютеров, которые могут соединяться с вами. И вы можете задать ключ защиты. Ключ защиты NetSupport предлагает вам создать копию менеджера NetSupport, уникальную для вашей организации. Мы также можем разрешить использование более одного устройства управления на компьютере единовременно. То есть нескольким пользователям не придется воевать, кто из них управляет мышкой или клавиатурой. Но запомните, что менеджер NetSupport разрешает другим компьютерам только просмотр. Эта функция очень удобна, когда какие-то сотрудники какого-либо отдела подсоединились и одновременно просматривают один экран. Например, с общей информацией, новостями с биржи или какими-то другими данными, которые все могут просматривать одновременно. Режим отсоединения запускает процесс остановки дистанционного управления. Здесь мы можем настроить, что при отсоединении все компьютеры залочены, вышли из системы или перезагружены. Данная функция предохраняет данные на компьютере в случае, если вдруг произошло отсоединение, а пользователь в этот момент забыл выйти из системы после этого. Следующий пункт в нашем меню это защита конфигурации. Как только мы сконфигурировали наши настройки, мы можем ввести запрет на внесение в них изменений без нашего разрешения. Следующая функция позволяет не только включить-отключить передачу файла и сделать это от имени самого пользователя, но также контролировать, какие папки и директории разрешено копировать и редактировать пользователю. Проигрывание файлов позволяет проиграть файл с записанным сеансом дистанционного управления. Здесь мы можем настроить, как называются эти файлы, где они находятся и для какого пользователя они записаны. Проигрывание файлов можно использовать для создания библиотеки сеансов дистанционного управления, чтобы показать, как исправлять распространенные ошибки на компьютере. Эти файлы можно расшарить для просмотра всеми пользователями. Также эти файлы можно использовать для предприятий, где запись подобных сеансов является обязательным требованием. Следующая функция позволяет нам разрешить регистрацию событий. При активации этой опции каждая функция или действия на этом компьютере будут записаны в сетевом журнале событий. Мы можем записать эту информацию в файл, а выбрав опцию «Alog to File» – первичный файл журнала, вторичный файл журнала. Мы можем назначить этот файл какому-либо пользователю. С точки зрения защиты данных, эта функция дает возможность сохранить историю всех операций, выполненных группой поддержки. Перейдем к разделу «Дистанционного доступа». Мы можем выбрать глубину цвета. Хотим ли мы отправить физические шрифты? Хотя это кажется странным действием, но если бы я подключилась через сеанс дистанционного управления к компьютеру с презентацией PowerPoint с использованием специального шрифта, я могла бы отправить этот шрифт. Я также могу управлять видео. Будем ли мы использовать DVD или DirectX? Когда мы делаем показ, мы можем выбрать, хотим ли мы получить показ, то есть экран, который мне отправляют с другого компьютера для просмотра. Будет ли это полноэкранный показ или в уменьшенном окне? Автоматическое масштабирование и другие опции. В настройках аудио мы можем отрегулировать порог громкости микрофона и динамиков во время чата с каждым компьютером. Интерфейс клиента – это настройка того, что просматривается клиентом. Мы можем включить и выключить функции вызова, чата, проигрыша, запрос. Мы также можем настроить, какие элементы программы клиента будут видны. Обратите внимание на тихий режим и режим без звука. Бывают ситуации, когда нужно скрыть наличие клиента менеджера NetSupport. Активация этих функций скроет менеджер из строки с запущенными программами, а также скроет все сообщения о работе менеджера. И наоборот, мы можем задать звучок каждые 2 секунды, чтобы пользователь знал, что его компьютер дистанционно управляется. Следующий пункт в нашем меню – это настраиваемое текстовое поле, которое позволяет нам визуально показывать пользователю, что его компьютер дистанционно управляется. Мы можем ввести текст при подключении кого-либо к этому компьютеру или просмотра кем-либо этого компьютера. Мы можем настроить, кому отправляются запросы о помощи. Ранее мы уже видели, как пользователь может просто нажать правой кнопкой мышки на помощь и попросить помощи. В этом окне можно настроить разные группы поддержки. Например, по вопросам баз данных пользователь отправит запрос одному оператору, а по вопросам операционной системы – другому. Мы также можем настроить отправку запроса о помощи по горячим клавишам. Следующий пункт в нашем меню – это опции «Настройки профиля пользователя в системе». Если на компьютере клиенте есть терминальные услуги, мы можем контролировать работу клиента, базовый порт и имя клиента. NetSepod позволяет работать с точной клиентно-сервисной средой, где по-прежнему используется дистанционное управление и взаимодействие с несколькими ПК-пользователями даже в виртуальных сеансах с контрольного пункта управления. Данный сеанс описывает сеансы NetSepod и коммуникации шлюза. Программу «Шлюз» можно загрузить и установить как бесплатное дополнение к инсталлятору менеджера NetSepod. На экране вы видите главный консоль шлюза, который обычно запускается с сервера, и вы видите список компьютеров, которые подключены в данный момент к нам через шлюз. Каждый клиент может передавать данные не только через IP-адрес, но и подключаться к серверу шлюза. Для этого используется полярный сервер, который ищет, есть ли какие-либо компьютеры, которые хотят установить соединение. В нашем примере 8 компьютеров. Если мы перейдем в раздел «Активные сеансы», то мы увидим, что два из этих компьютеров подсоединены через один сервер-компьютер. Сервер шлюза обычно размещается в сети DMZ, для того, чтобы он был доступен как для компьютеров в локальной сети, так и для компьютеров в глобальной сети. Он также может давать полномочия сети служить для передачи трафика шлюзу. Давайте посмотрим на опции конфигурации. Выберем сеть и зададим настройки конфигурации. Вы видите, что мы можем выбрать порт, к которому подключается шлюз, интерфейсы IP для сервера с многофункциональными платами, а также выбрать, где будет храниться журнал событий. Шлюз должен поддерживать такой же уровень защиты, как программы для управляющего компьютера и компьютеров клиентов в NetSupport Manager. Мы можем создать ключи, определяющие, какие клиенты и управляющие компьютеры могут подключаться к шлюзу. Вы можете создать несколько шлюзовых ключей, чтобы вы могли сегментировать пользователей, таким образом, чтобы разные пользователи могли передавать данные через шлюз, не видя при этом других пользователей, которые подключены в данный момент. Мы также можем управлять доступом через операторов. Операторы могут быть закреплены за шлюзом или связаны с ID-доменом имен пользователей, и это разрешает аутентификацию второго уровня, перед тем, как пользователь сможет подключиться и просматривать шлюз в поиске доступных компьютеров. Поскольку у нас может быть большое количество компьютеров внутри локальной и глобальной сети на предприятии, и успешная передача данных зависит от доступности шлюза, на ЦПОД предлагает функцию резервирования. В нашем примере мы можем выбрать дополнительный шлюз. В случае, если первый шлюз недоступен, то клиенты будут автоматически перенаправлены на второстепенный шлюз. Здесь у нас находятся данные об используемых лицензиях. В этом месте указывается, что 200 клиент-компьютеров могут быть подключены по лицензии. Вы можете иметь несколько лицензий на один и тот же продукт, в зависимости от количества компьютеров на вашем предприятии. Раздел «Безопасности» предлагает активировать шифрование передачи данных на удаленные компьютеры и заблокировать подключение удаленных компьютеров, которые не используют в шифровании. Шлюз является ключевым компонентом в NetSupport Manager. Он не является обязательным для стандартной LAN или IP-передачи данных, но предлагает решение нового порядка для поддержки удаленных пользователей, а также избавляет предприятия от необходимости подписываться на услуги шлюза, которые предлагаются третьей стороной. Мы наблюдали много растущих организаций, которые не хотели пользоваться услугами шлюза, поставляемыми третьей стороной. Итак, мы рассказали все о компоненте шлюзе, а сейчас рассмотрим настройки конфигурации, доступные для управляющих компьютеров. Данный раздел описывает функции для управляющих компьютеров NetSupport Manager. Если мы зайдем в инструменты и выберем пункт «Конфигурация», то мы увидим диалог конфигурации, который по умолчанию имеет единственную стандартную конфигурацию. Стоит отметить, что может существовать несколько конфигураций. Каждая из них может быть защищена паролем и запрашиваться при входе пользователя в систему. То есть, когда пользователь запускает управляющую программу NetSupport Manager, его просят ввести свой файл конфигурации, пароль, и выбранная конфигурация будет определять функции, доступные этому конкретному пользователю. Давайте зайдем в наши настройки и посмотрим опции конфигурации. Мы начнем с ввода общих данных идентификации, имени пользователя управляющего компьютера, описания и сообщения, которые будут показываться рядом с именем пользователя во время сеанса. Если мы перейдем в раздел «Подключение», вы увидите, что у нас есть функции для поддержки устаревшего типа соединения по удаленному телефонному каналу и настройки для современных режимов сети. В настройках защиты мы можем задать пароль для наших управляющих компьютеров в качестве ключа защиты. А также, если вы помните, мы ранее упоминали в презентации, задать ключ защиты, чтобы сделать вашу копию NetSupport Manager уникальной. Управляющая программа и клиент содержат ключ защиты, который будет контролировать подключение. Если кто-нибудь загрузит тестовую версию программы, то обнаружит, что она будет несовместима с ключом защиты, активирующим полную версию программы. Далее в этом окне у нас есть настройки по умолчанию для сжатия и шифрования. Мы можем контролировать уровень шифрования в нашей сети. Следующий этап – это протоколирование. Все выполняемые нами действия на управляющем компьютере в NetSupport Manager могут быть записаны в центральном файле. Мы можем проигрывать записанные файлы вместе со звуком и хранить их в указанном месте. Проигрываемые файлы – это запись всех действий на экране, выполненная пользователем. Их можно проиграть позже или расшарить для использования другими пользователями – подсказки, инструкции и другое. В пункте меню «Полномочия пользователя» можно выбрать, может ли пользователь выступать в роли администратора, менять настройки и конфигулировать пользовательский интерфейс. В разделе «Дистанционное управление» есть следующие функции. Режим просмотра, где мы можем выбрать полный экран, авторазмер экрана, обои и другие функции. Все эти функции не должны настраиваться обычным пользователем. Тем не менее, мы их предлагаем для дополнительной настройки экрана. Также в этом окне мы можем задать режим по умолчанию при подключении к нашему компьютеру. Расшаренный, только просмотр, управление. Мы также можем задать размер кэш для наших данных и максимальную насыщенность цветового фона. В разделе «Настройка мышки и клавиатуры» мы можем управлять раскладкой клавиатуры. Если мы подключаемся к компьютеру, на котором стоит отличная от нашей клавиатуры, например, немецкая, то мы можем отредактировать нашу раскладку, а также можем выбрать горячие клавиши для нашего сеанса. У нас есть функция «Захвата печати», которая позволяет нам при выборе печати на удаленном компьютере перенаправить задачу печати на наш локальный компьютер. Здесь мы можем выбрать, на какой принтер будет направляться печать и указать драйвер принтера, если это необходимо. Следующая функция – это функция «Звука», которая позволяет нам настроить параметры звука на нашем компьютере. В настройках интерфейса управляющего компьютера мы можем задать такие параметры скрыть определенные данные, список клиентов, список групп и другие и сделать какие-то данные доступными только для чтения. Мы можем также ограничить функциональность. Так как для программы контроля существуют разные пользователи профилей, мы можем гарантировать, что у разных пользователей будут разные уровни функциональности. Например, для отдела руководства достаточно доступа к экранам и взаимодействия с пользователями. Поэтому мы запретим удаленное редактирование ключевых настроек системы и журнала записи. В настройках запросов о помощи мы можем редактировать, каким образом пользователь реагирует, когда получает запрос о помощи от клиента. Мы можем указать, будет ли выделяться имя клиента при отправке нам такого запроса. Будет ли показываться сообщение или звучок о том, что поступил запрос о помощи. Мы также можем задать наш статус, когда мы доступны или недоступны для приема сообщений о помощи. При отправке файла мы можем указать предварительные настройки о подтверждении копирования или удаления файлов и приоритет при пересылке дельта-файла. Дельта-файл – это возможность сравнить два файла, например, два больших файла с базами данных, и отправить только отличия между этими двумя файлами. Это особенно применимо, когда вы имеете дело с мастером файлом баз данных очень большого размера – несколько сотен гигабайт. А вы будете ежедневно отправлять только внесенные в него изменения. Следующая функция в нашем меню – это функция Vipro. Это доступная технология для комплекта микросхем. Мы можем подключаться к компьютерам с Vipro, включать их в питание и дистанционно управлять ими во время запуска настроек биоса. Мы можем выбрать режим небольшого и разветвленного предприятия и указать доступ к нашим ресурсам – Intel Vipro. Здесь у нас находятся файлы нашего менеджера NetSupport. Список клиентов. Список групп. Эти файлы по умолчанию хранятся на локальном компьютере, но их также можно сохранить в расшаренном сетевом каталоге. Таким образом, если один оператор создаст список настраиваемых групп для всего предприятия, эти файлы можно расшарить для всех операторов в сети. Следующий раздел – это раздел NetSupport Protect. NetSupport Protect – это сопутствующее программное обеспечение NetSupport, которое предлагает защиту рабочего стола блокировкой. Если вы используете NetSupport Protect и NetSupport Manager, то при запуске сеанса дистанционного управления можно приостановить NetSupport Protect, чтобы вам не пришлось выполнять настройки защиты на экране. Теперь мы можем выбрать ОК, и вы увидите, что у нас есть опция для сохранения нашей конфигурации. Таким образом, все, что вы видите на экране в управляющей программе NetSupport Manager, можно настроить согласно требованиям вашего предприятия. А сейчас давайте зайдем в настройки панели инструментов и выберем пункт меню Customized – Настраиваемый. Вы увидите окно настройки, где мы можем выбрать и добавить различные инструменты в нашу существующую панель инструментов. Вы также видите разделительные линии для разбития панели на разделы. Итак, мы закончили презентацию NetSupport Manager. Дополнительные ресурсы доступны на сайте www.netsupportmanager.com Вы также можете загрузить бесплатную тестовую версию NetSupport, которая будет действительно в течение 30 дней. Надеюсь, что вам понравилась эта презентация. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете обратиться за консультацией к нашим специалистам. Всего доброго! Благодарим за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok